Всем привет! Сегодня 10 июля. Замечательный во многом день. Я покидаю вот эту вот парковку. Вот стоит моя машинка. Нашел ее очень хорошее место прямо под тенью разлопистых деревьев. Но все это сейчас не важно, потому что, выехав на местную дорожку, я направляюсь в город Ортес, где, надеюсь, сесть на поезд и поехать к Атлантическому океану. Тут, в принципе, недалеко. И хочу я испытать новый маршрут, скажем так, попасть к океану и провести сегодня денек на океане. Это, в принципе, интересно и замечательно. Единственное, что погода как-то вот не очень солнечная. Но, во всяком случае, в этих местах сейчас вот плюс 19. Не сильно жарко. Но прогноз обещает, там ближе к воде погоду получше. Ну что ж, едем туда тогда. И там посмотрим, как и что. Такие дела. Отмахав порядка двусадочек километров, я приехал к своему промежуточному пункту. Гар Ортес. Вокзал города Ортес. Вот такая маленькая стейшн. Откуда через несколько десятков минут в сторону Байоны отправится мой пароход, паровоз. Хотел показать, как купить билеты здесь, но это в этом аппарате невозможно. Пойду искать туда, где это сделать можно. Такие вот дела. Вот такой вот здесь вот аппаратик. Честно говоря, достаточно все запутанно. Но, тем не менее, мне удалось приобрести билет. Вот такой вот билет распечатал мне этот агрегат. Тут с какой-то магнитной полосой. Прям, блин. И, в общем-то, уже скоро, сейчас, через 15 минут, отправляется мой паровоз в сторону Байоны. В принципе, тут недалеко. Но 90 километров в одну сторону. Отсюда уже 70. Посмотрим обратно, может быть, вернусь на велике. Короче, едем. Такой вот тихий полустанок. Французский. Откуда-то оттуда подтянется мой паровозик. Такие туалеты тут с железными дверьми. Прям, как в сейфе. И тишина. Народов мало. Буквально я-то с одним хлопчиком, с одним пассажиром. Вот такая интересная дорога к океану получается. Ну что ж. Это прикольно. Еще одна характерная особенность французов. Вот разница в менталитетах. Никогда бы не подумал, что вот этот путь, вот этот вот первый. Во второй. Что первый вот тот. Потому что... Ну, как бы мы же всегда считаем от вокзала. А они, я вообще не понимаю, как считают. И хорошо, что я посмотрел все-таки на вот этот указатель. Что этот путь номер два. Потому что мой паровоз отправляется с первого пути. Так что пошел переходить на первый путь. Ну, французы, да. Короче, в своем репертуаре. Вот такой вот вагончик. Совершенно бесшумный. Очень быстро везет меня к океану. Ну, на самом деле приятная штука. Давно я так быстро не ездил. Они где-то ходят со скоростью 140-150 км в час. И совершенно, абсолютно бесшумно. А там стоит мой велосипед. В общем, путешествие продолжается. Вот и пункт моего назначения. Вокзал города Байона. Байон. Достаточно много путешественников, на самом деле. Вокзал там тоже почти битком набит. Да и в поезд, я хочу сказать, такой наполненный был. Симпатичный вокзал. Да и вообще симпатичный город. Единственное, что не симпатичное небо. Как правило, я привык, что здесь яркое солнце и жарко. Но пока что это совершенно не так. Такие прикольные домики тут стоят. Ладно, бог с ним. Едем сейчас. Едем. Да куда-нибудь поедем. Поедем. Наверное, к океану. Туда правильнее всего. А вот здесь я уже как бы бывал. И это река Адур. Я снимал ее, когда ездил тут. Как-то совершал променант. Ну и вообще, эта местность Байона. Байона, я называю Байона. Это на самом деле город Байон. Но это фактически пригород значительно более интересного места. Берриц. Города-курорта, в котором любили отдыхать многие наши соотечественники. Скажем так. Выходцы из Российской империи. И писатели. Поэты. И так далее и тому подобное. Вот опять очередная мега удочка. Чувак там что-то ловит. Ладно. Едем дальше. Вот такой прикольненький стенд. Обнаружил я в этом городе Байона. Аппарат высокого давления. Моечка. Причем абсолютно бесплатно. Все это дело. Можно взять, помыть велосипед. Накачать колеса. И отремонтировать. Ну, в Беларуси тоже такое встречается. Ну, здесь как-то вот прям с моечкой вот инструмент тут лежит. Все, весь, что нужно. Ну, мойка, конечно, меня восхитила. У меня, к сожалению, нет с собой ветоши, чтобы хотя бы там и смазкой, чтобы протереть, помыть его. Но, конечно, велосипед требует ухода. Требует того, чтобы его помыли. Но, блин. Не знаю сейчас даже, как это сделать. Но подумаем. Может быть, получится его вымыть хоть как-нибудь. Ну, и, наконец-то, я вижу на небе голубые прорехи, которые означают, что скоро из-за них выпадет солнышко. И океан все-таки станет настоящим океаном, солнечным и ярким. И это еще одно французское развлечение. Я уже неоднократно видел такая лодка, похожая на академическую. Ну, только что похожая. Раньше мы называли такие народная лодка. И вот французы могут развлекаться и считать себя великими академистами, кататься на этих лодочках. Офигенное развлечение. Я бы лично с удовольствием покатался. С удовольствием. Едем дальше. Ха, вот да, едем. Вот прикольный поезд размером с автобус. И причем он дизельный. Да, он беспроводной. Такая прям, ну, игрушечный совсем. Ладно, едем. В прошлый раз, когда я был в этих краях, мне не удалось покататься вот по этому старому городу. Потому что я бегом-бегом, надо было все делать быстро. А сейчас у меня, как бы, есть такая возможность. И я, как бы, хочу туда, как бы, попасть. Но, блин, сделать это сейчас весьма проблематично. Здесь тоже высокие бордюры. Конечно, поменьше, чем в Порту. Но, тем не менее, достаточно высокие, чтобы мне пришлось объезжать все это дело. Прикольный старый город. Многолюдный город, 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 город. Многолюдный. Сейчас туристы ожили, задвигались. Цены в гостиницах поползли вверх. Причем очень сильно поползли вверх. Как вкусно пахнет французской кухней, конечно, заставляет слюнки течь. Так, тут теперь уже надо с двумя руками. А, там дальше рыночек. Ух ты, как интересно. Надо поехать туда, посмотреть, чем там приторговывают. Да, Байона кипит. Редко мне удается попасть на субботний рыночек. Но, вот это один из тех случаев, когда как раз таки можно посмотреть, чем приторговывают французы по субботам. Ну, в общем-то, я думаю, тем же самым, что и по средам. Но просто здесь всего этого побольше. Супер. Винчик. В пятилитровых бутылях. Картофан. Ну и прочие перчики, огурчики. Ладно, буду смотреть, может что куплю. Какие во многих южных городах французы особо не парятся с состоянием фасадов. Как есть, так есть. Что их красить, все равно потом краска слезет. И я смотрю, эту традицию поддерживают во многих. Ну, я уже сказал, да, во многих городах. Улочки вот на один автомобиль. А это очевидно центральный собор города Байоны. И я очевидно, пытаюсь к нему попасть. Так, разношатающихся тут очень много. Я еду под кирпич. Ну, в общем-то, это стандартная ситуация. Красивые домики. Очень старенькие. Прям вдохнуло стариной. Опа-ньте. Ух ты. Я обогнал того, что я висса. А вот, собственно говоря, и собор. Вон, какой интересный. Классный. Тоже фасад такой покоцанный. В общем-то, он поддерживает традицию местного населения. Клумба интересная. Много мотоциклов. Что-то тут прям какой-то мотосбор, что ли. Ну, внутрь я уже не пойду. Что-то мне туда неохота идти. Поеду искать еще чего-нибудь интересненького. А вот тут даже сейчас не буду выключаться. Потому что тут вот прям вот какая-то такая конструкция с башенками. Очевидно, какой-то форт. Укрепление было когда-то давным-давно. Там, конечно же, что-то написано. Но мне, к сожалению, это недоступно. С моим уровнем французского. А вот эта красота мне вполне себе доступна. Какие великолепные бабочки и цветы. Офигеть можно. Класс. Чей-то у них тут такое происходит. И бабочка прям такая невероятная. И что-то с ней можно делать. Она прям махать ей, наверное, можно. Только какая-то бабочка немножко испуганная. Нормально. Надо сделать пару фотографий. О! Автобус, автобус. Отрезали четвертинку от обычного автобуса. Поставили кромоторчики с аккумуляторами. И вот такая штука теперь ездит по городу Байона. Прикольно. И вот наконец-то выглянуло солнышко. И уже по солнечным улицам Байоны я качусь в сторону океана. Теперь уже на небе нет ни облачка. Как быстро меняется на океане погода. Просто, просто моментально. Буквально несколько часов и полностью затянутая облаками неба превратилась в абсолютно чистое. Потрясающе. Но это связано еще с тем, что здесь такие достаточно хорошие ветра. здесь уже домики значительно повеселее, понаряднее. и весь город пропах соленым океанским воздухом. И где-то здесь уже недалеко, буквально вот тут вот рядышком уже великолепный замечательный прекрасный Атлантический океан. Так, ну пока ничего интересного. Сейчас доеду, включусь. А вот и он. Он тот самый бирюзовый пенисто-могучий. Офигенно пахнущий. Просто волшебно-волнистый. Какая волна! Какая, блин, прелесть. Потрясающе. Потрясающе. Да. Прекрасно. Сейчас чуть-чуть распогодится, уже можно будет купаться. и конечно же эти волны они принесут массу-массу радости. Обязательно полезу. А это необъятный пляж Байоны. Вот здесь официально разрешено купаться. Стоит вышка со спасателями. Флаги, которые что-то обозначают. И народ затаился, ожидает волн. Странно. Там волны есть, а здесь волн как бы нету. Интересное сочетание. Но не только здесь люди. Здесь еще куча-куча серферов, огромная толпа. Тоже ожидает прибытия волны побольше. Да, поеду я прокачиваюсь вдоль этого великолепного пляжа. Надо мне отскочить в гостишку, заселиться, если там никаких проблем не возникнет. Ну и потом обратно на пляж. Вот такой у меня короткий план. Пляж конечно тут можно выбирать на любом из километра. Этот пляж создает впечатление бесконечного. Я уже минут 15 еду, еду, все длится и длится. Но он на самом деле такой. Фактически отсюда до самого Бордо один сплошной пляж. Это очень очень большое пляжное место. Тут сейчас будет впадать река. Усть реки будет. И дальше пляж опять будет продолжаться. Но он уже будет более дикий, менее цивилизованный, но не менее красивый, песчаный и обалденный. Народного корма не очень много, но он есть. И это радует. Классное место. И вот я снова оказался в центре Байоны. Хотел показать, как сделаю сейчас современные бордюры. Во всяком случае во Франции. То есть такие просто обозначения границы дороги за одной леневой канализацией. И все. Нет больше таких бордюров, как я нарывался в порту, как сделано в нашей стране. Когда бордюр там размером с пол колеса, блин, и он прям просто суровый-суровый. Нет, тут как-то к этому подходит уже совершенно по-другому. Ну, а я еду... Куда же еду? А, я в гостиницу еду. Задумался, забыл совсем, куда я еду. Вот это четвертушка автобуса электрическая. Прикольная вещь. Так, туда я еду дальше, пока не забыл. Вот сейчас я стал свидетелем интересного события прилив. Прилив гонит воду морскую вдоль по реке, точнее, вверх по реке туда. И так достаточно интенсивно гонит такое хорошее течение, потому что океан находится там, а водичка движется туда. И так прикольно на это смотреть. естественно, тут же этим моментом пользуют рыбаки. Отрастили себе удочки невероятного размера. И пытаются поймать что-нибудь. Ну, успехов. Успехов. Я, кстати, в гостиничку заселился. Что-то я не снял ничего. Ну, я знаю, почему там была куча людей, там народ толпился. я потом покажу, куда я заселился. Вот, такой, блин, отель. То, что в обычные дни стоит в обычное время и в другой местности 45 евросов, сейчас стоит 82. То есть, просто пипец. Ценники взлетели из-за курортников. И, блин, как бы нифига не дешево получается. Такие дела. добренько. Еду, еду теперь на пляж. Вот сколько раз я не был на море, океане, на самом деле я ни разу не устраивал себе лёжку, так называемую. Это когда приходят на пляж и просто спят. Нет, один раз как-то было, я уснул на пляже. Я не помню, по какому поводу это произошло, но как-то у меня произошла такая штука. А так, чтобы приехать или направленно и развалиться и жариться на солнцепёке, у меня как бы такой привычки нету. Но здесь я решил себя немножко побавить. Вот такое у меня лежбище из моей же одежды. Покрывало, естественно, у меня с собой нету. Замечательный вообще погожий денёк, прекрасный вечер. и я решил отдаться в этот вечер принятию солнечных ванн под шум прибоя океана. Это просто божественно. Я не знаю, как у вас на пляже, а у нас на пляже вот как-то так устроил себе лёшку из моей же одежды и буду принимать сейчас вечерние солнечные ванны. Как-то так. Прибой невероятно, просто сказочно красивый. Сейчас полвосьмого вечера стоит удивительно замечательная погода. Такой как бы нежная теплота, я бы назвал это так. Просто офигенная. Я прям не могу передать. Редко удается побывать таким вечером в такого рода местах. То есть это удивительное совпадение, чтобы и погода была, и вот такой красивый прибой. И вообще небо просто. Какое было небо с утра, когда я думал, что я совершенно зря наеду сюда. И какое сейчас какое сейчас офигенное чувство радости, что я все-таки сюда приехал. Да. Сказочные, сказочные места. Вот выглядит французская набережная вечером. Уже полдевятого играет такой легкий трио. Трио, легкий трио, да. Именно он что-то, что-то поет по-французски, народ с удовольствием слушает, пьет вино, после жаркого дня расслабляется. Весьма себе интересная атмосфера. И причем это не единственная группа. там были еще несколько банд. Я просто не стал снимать, потом уже думал, ладно, уже раз их столько много, значит, это уже привычка, это уже повсеместно. Вот парковка, те, кто приезжает на пляж, просто огромнейшая. я качу в город, хочу еще прокатиться по вечерним улицам Байоны, подышать замечательным сосновым воздухом, очень много сосен здесь, для меня все время стал открытием, я не думал, я думал, на югах растут одни пальмы, оказывается, нет. Ладно, едем дальше. Как интересно улочки Байоны смотрятся вечером, вообще потрясающе, людей нету, все уже разбежались и вот тут такой вид прям какой-то древний-древний, старенькие дома на заднем плане, собор Байоны и очень интересная вещь, очень-очень. В сравнении с тем, что было, конечно, народу практически нет. Тут были мега толпы, тут было просто не пропихнуться, а сейчас зато работают кафешки. Народ после дневного пляжения сейчас немножко отдохнет и ломанется дальше на ночные развлечения. Ну, а я уже еду в гостишку. Наслаждаюсь по дороге этими прекрасными людьми. Блин, громко очень. Этот вид тоже нужно было заснять над рекой, просто гул голосов, аккорды, музыки, толпы людей сидят в кафешках, все набережные превратились в кафе. И вот эти люди, которые раньше здесь бродили, они теперь здесь сидят. Потрясающе. Французы умеют отдыхать, этим они мне очень нравятся. там даже какие-то гимнасты выступают. Ой-ой, как тут съехать. Ладно. Вот такие здесь развлечения под музыку. французы выдавят на гора. Надо подъехать в другое место, а то я встал, так и столб очень неудачно перекрывает весь простор, весь вид точнее. не понимая, что он говорит. это Карапул сейчас тоже что-то устроит. se ois % % % % % КОНЕЦ ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА очень долгое было вступление но результат стоил того очень интересно но и таких развлечений по городу достаточно много вот как отдыхают французы я им завидую я вспомнил что я забыл и поэтому пришлось немножко вернуться точнее заехать по дороге вот такой гостиницы я сегодня ночевал так называемый формула-1 собрана из таких бетонных панелей суровый дешак французский но насколько вообще это может быть французским дешаком сегодняшняя ночь здесь обошлась 80 евросов по той причине что это курорт байона что здесь блин нету просто мест я случайно совершенно удалось мне обнаружить номер в этой гостишке поэтому у меня получился этот уикенд внутри я уже не стал снимать там просто жесткая конура будка в которой помещается кровать и душ рядом такой ну короче у меня санузел по моему больше чем в доме чем вся эта комната вместе с кроватьем но такой ну прям прям совсем совсем спартанские условия но тем не менее кровать чистым постель мягкая белье белая вода теплая что надо еще да это и вся в любом случае это значительно больше чем будка грузовика и значительно ближе к океану куда я собственно говоря сейчас направляюсь проведу сейчас тут пару часов на солнышке и поеду у меня по плану сегодня 90 километров проехать до машины вот такой у меня сегодня хитрый план такие дела а вот теперь настала пора отлива и речка уже течет в нужную сторону я снимал с той стороны моста речь речка текла в том направлении справа налево сейчас она течет слева направо вообще прикольные такие явления нравится наблюдать и вот вот где была вода вот этот вот мусор нанесен это все вот уровень прилива сейчас я так подозреваю приближается минимальный уровень вообще но и рыбаки в своем обыкновении теперь удочки перекинули на другую сторону и ловят рыбу теперь с другой стороны моста молодцы главное не унывать сегодня океан выглядит покруче такие волны у него серферы тут прям радуется не знаю как насчет купаться таких волна это вполне чего серферы купается нам нельзя что так кстати тут очень много школ серфингистов очень много прям весь берег утыкан прикольно я заехал на пирс маячный сейчас посмотрю куда мне двигать где тут короче во как и ом и клава класс класс то что надо надо идти купаться вот это то о чем я говорил вот так вот выглядит школа серфинга такая будочка куча серфов одежда прокатная и таких тут будочек вдоль побережья натыкано огромное количество можно приходить так подозревая серф можно брать и прокат можно учиться в общем наслаждаться жизнь я посмотрел да на самом деле тут волны такие прикольные причем наличие волн во многом зависит еще одна от места где это то что здесь вроде бы есть а тут как бы нет там где нету там купаются обычно люди где есть волны эти места оккупируют серфера ну а я в общем то сейчас прощаюсь океана я надеюсь я говорю ему до свидания потому что мне еще предстоит будет 92 два километра путь до автомобиля я решил его проделать на велосипеде ну и в общем то я надеюсь спокойненько доехать одним куском такие расстояния пока еще не преодолевал за день я проезжал больше сотни значительно больше это полностью за день я надеюсь мне по силам будет преодолеть этот путь океана я говорю до встречи и очень на эту встречу надеюсь как то так прикольная штука я впервые в своей жизни идет как растут киви оказывается это такие вот плантации и это такие помесь между деревом и виноградником что-то пожалуй но вот целая плантация киви и блин единственное конечно жаль что они все недозревшие я продолжаю ехать на свою маршруту уже отмахал порядка 40 километров и вот увидел это вот плантацию замечательный похожий день немножко жарковато но надо ехать дальше и такого скопища киви я не видел даже на центральном рынке и даже на опытовой складе огромная плантация тянется туда вглубь невероятно далеко судя по всему очень старый сад огромное количество плодов я прям захотел киви но эти еще не созрели этим еще очень очень рано очень интересно ну вот и все круг замкнулся я возле своей машины проехал за день 102 километра из них 92 за раз ну что я хочу сказать не просто самая большая сложность конечно седле если вы седло соответствовало моему 5 точки было бы намного проще седло надо пробовать подбирать трепетно и нежно это самый главный предмет велосипеде теперь это знаю точно я проезжал за день не больше бывали такие моменты но там было немножко другие условия сейчас и жарко и седло не подходит короче главное что я доехал главное что я возле машины мой уикенд заканчивается и заканчивается собственно говоря мой репортаж поэтому всем пока